Эти нанимают вкус, отсыпем два ящика в гостинице, пусть завезут. Потому что нет, говорит, совершенно не понимать, а не что поджарное, что сельхерское, ну и вообще все равно. Это вода. Да. А вот другой предприниматель, у него было токайское вино. В 1940-х ему подарили выдержанное токайское вино, матандровское. И вообще не хотелось попробовать, он очень боялся отравить. Он пригласил нас, ну чисто там других друзей, и говорит, а вы не возьмите, попробуйте. Да, извинись. Ну, и входит с удалячи, а чего? Попробуем, потом еще попробуем, потом всякие разговоры, а он смотрит на часы, так, он все прошло, все, можно пить? Понятно, да? Разно направились. Поэтому использовал надки белосенсорных приборов для определения качества вино. Это вот тоже в момент, вот как бы, да, как люди себя ведут по четвертой функции. Так, приходит, приходит. Последний доспект. Эти крема. Ну, четырехмерная, значит, это инфляция. И вот, наверное, это, вот, подобразие всех эмоциональных состояний. Тоже такое эмоциональная пуля, в которую я погружен. Умение создавать, индуцировать его, то есть, индуцировать эти эмоции во вне, заводить там коллектив, рост, толку. Вот, ну, вот, особенно, у которых она характерна, да, еще в сектором ситуации, это хорошие ораторы. Ну, вот, типа, например, Троцкий, Гитлер, Жириновский, Федеркрата. Вот, то есть, люди, они не только, у них не только развит вектор глобальности, но и развит вектор ситуации. Потому что, ну, Жириновский очень сильный, но это такая ситуация, начательно отслеживает реакцию, то, что он сказал. Когда же отмечают его кредит, там, она, когда он наблюдает, вы видите, что очень четко, я скажу, как-то стаидно. Ну, и очень много актеров, конечно, отдающихся актеров, у которых эта функция ведущая, потому что это все богатство на переживание, в конце богатство чипов, которое он у нас играет, это по первой позиции. А вторая позиция, она более инструментальная, поскольку у нас уже бетро ситуации здесь без глобальности, то это у нас художник-лирик. Вот здесь уже эмоции, эти литическая функция, конечно, тоже воспринимает вокруг, но уже более локально. И если это инструментально, функция выступает как средство достижения какой-то цены. То есть, когда надо, проэмоционируя его и достигнуть своей цели, проявить эмоции, проявить чувства, вот именно в этой точке, во времени, в этот момент, в этой ситуации, тогда это уместно, когда это нужно для решения какого-то вопроса. Можно сказать так, но для дуаловы, алик-эмоциональный связь к дуалову, чтобы добиться какого-то результата. Легчесть перед Лилией Кневесения, легчесть кандаловичу. То есть, это, кстати. Ну, это воздействует нашествует саму стадуала и, соответственно, встряхивает и так далее. Ну, тут, по-моему, особый. То есть, чисто ситуативное, ну, опять-таки, вот эти эмоции, почему ситуативные? Потому что человек какого-то эмоционировал, а потом с него эмоции совершенно перепискутывал. Особенно у Лилии. Что мы не сядем, мы сомали. Значит, ну, эмоции на ролевые, нормированные. Ну, это по деловым логикам принимает и администратора. Ну, и здесь, конечно, вот есть спектр ролевых эмоций, которые отравляются в различных ситуациях, в стандартных ситуациях. И как меня научили эмоционировать, или как я научился эмоционировать, начинаю эмоционироваться? Ну, опять-таки, это не то, эмоции можно сказать. Какой-то человек хохот, очень смеется, да, кричит, там, и прочее, прочее. И все от того, что в технологике репертура русского мы часто наблюдаем, что вот эмоционирование этих людей, даже смех, он, получается, такой грубоватый. Не, ну, несколько дисгармоничный, ну, типа, а-а-а-а-а-а-а. Нет вот этой тонкости. У некоторых джаков ее так и называли. Мистер Гагагу. Мистер Гагагу. Мистер Гагагу. Ну, они же американы, как американцы, да? Гагагу. Значит. Поэтому, но, одновременно, поскольку это ролевые эмоции, особенно, вот, если мы возьмем предпыль принимателя, то там у нас имеется, как-то, быть ролевая улыбка. Ну, тебя встречают, так, с ролевой улыбкой, особенно девушкой. Вот у американцев, это прямо в культуре, называется «киплсмартфайл». Да. То есть, улыбка, показывающая, что у меня все в порядке. И совершенно ориентированная улыбка. Потому что там, вот, как-то на собеседование пришла барышня, какая-то очаровательная, нашу барышню улыбкой. Значит, а так, она села, а потом она улыбкой себя сняла, как будто эту сумочку спрятала совершенно серьезной, сжечькой. Отвечала к тебе серьезно на вокзал, в конце, в конце опять одарила нас с надшипательной улыбкой. И с этой улыбкой ушла. Потом, перед самым городом, куда-то опять я спала. То есть, вот это и есть стройневая улыбка. Ну, опять-таки, вопрос о том, насколько у него человек воспитан, уже, насколько у него проявляется степень его воспитанности по добрости проявлений, по разнообразию проявления этих эмоций. Мы как-то рассказывали, наверное, но... Когда я его жаловался этот год, у которого был милиционер, начальник штаба, у которого был начальник милиции, предприниматель, который им каждые улыбки, каждый поведение сделал накачку на плане оптима. И кричал надрывно, монотонно, чем очень сильно многомерного этика травмировал. Потому что это было просто... Ну, все равно, что вместо скрипки пить на барабанах. Вот такая разница. Ну, и, наконец, одномерная этика эмоций по принципу «да-нет». Да, еще раз повторю, что вот эта одномерная функция, они работают по принципу «да-нет». Поэтому для одномерного этика нормальный вопрос «ты меня любишь» и ему надо получить однозначный ответ. «да-нет». Он этот вновь четвертую функцию не признает. Или не поднимает. «ты меня любишь» и «ты меня любишь» и «ты меня любишь». Мастер, чтобы в порядке защиты от притык людей, он начинает разговор, вот скажем, «Чехов и Василий что-то отремонтировать». И он подставляется на пороге и начинает с порога грубом как кричать. «Я вот сколько демонтирую, а вы мне за год предлагаете, тра-та-та-та-та-та-та-та-та». И весь этот такой не эмоциональный, но громкий монолог продолжается до тех пор, пока он доходит до предметов много. Как только он берет это в руки, это устройство, он замолкает и начинает мутно пахнуть. Все. Вот такая форма интересной защиты. Но в том, это именно умение избежать и уйти от эмоций. Иногда это бывает так, что критики говорят, если рядом со мной эмоции, я выключаюсь, а иногда засыпаю, стараюсь не вмешиваться, стараюсь отстроиться от этого. Мастера иногда забудут свои эмоции, ну, там это сопряжено с какими-то, уже какими-то сенсорными действиями, они очень контролирующие волевая сенсорика, они могут иногда завести эмоции, но в целом они тоже стараются, если они уже эмоционально завелись, то они чувствуют очень сытную опустошенность, моральную, душевную опустошенность. Им очень неудобно. Вот у японцев есть такое понятие выйти из себя и сильно потерять лицо. Так? Но это реально, вот для этих типов сенсорных существ, это реально так, потому что когда-то, вот первый раз было такое наблюдение, что мы у одного мастера, да, в начальниках отдела спросили, а как вы относитесь к эмоции? Видимо, задели очень сильно за его больную струну, там, видимо, какой-то скандал был, например, или недавно, потому что он прямо лезть взорвался. Он начал эмоциональный критик. Я с этими эмоциями, чтобы мне присталиывать и прочее. Ну и после этой вспышки он ушел, а потом он нас избегал две недели, ему было страшно неудобно, джинбук и прочее, потому что вот человек вышел из сильно, как бы, спучка по четвертой функции, он очень сильно напрягает, сильно опустошает. Это точно так же, например, это эмоция, этика эмоций. Это может быть другая функция. В дальнейшем в счете, оно, конечно, подойдет до витальных эмоций или чувств. Но это уже будут другие чувства на уровне организма, потому что возникновение в наших счетах регулярное, оно ведет не только к органам, но уже провоцирует психосоматические заболевания. Поэтому профилактика вот четвертой функции, она, вообще говоря, от профилактика ряда заболеваний. Так. Ну что, мы как-то моментально это все закончили. Да. Очень кратенько я расскажу про витальных. Наташа, когда наличается? В основном? Нет. Минут через сколько? Минут еще 35-40. Хорошо. Минут через 40. Уже. Проверяем. Проверяем. В основном? Сейчас. И я. Проверяем. Проверяем. Проверяем.